Недавно президент Казахстана принял у себя временного министра сельского хозяйства Казахстана. Во время встречи министр отчитался главе государства о состоянии доверенных ему агропромышленных комплексах и о мерах поддержки и развития структуры. Ербол Карашукеев проинформировал президента о задачах по развитию сельскохозяйственного производства, включая производство популярных культур, цифровизацию и внедрение технологий точного земледелия, а также создание современной системы семеноводства. В то же время министр доложил о планах развития животноводства, использовании наблюдений и дистанционного зондирования для контроля видового состава растений на полях и пастбищах. Такаев получил отчеты о работе по совершенствованию механизмов государственной поддержки и грантов, а также о реформах ветеринарной службы, сельскохозяйственных наук и системы обучения персонала. После доклада Такаев дал временному министру ряд поручений, в том числе держать ситуацию с кормами для животных на особом контроле. Недавно был проведен круглый стол, посвященный Дню Конституции. Здесь собрались все высокопоставленные лица Казахстана. По мнению депутата Можилиса Ерлана Смайлова, гарантами успеха государства являются единство населения и власти, открытость к диалогу и соглашению по ключевым вопросам развития. По его словам, Казахстан выступает как социальное государство, и про это написано в первой статье Конституции. Он подчеркнул, что страна активно движется в этом направлении под попечительством президента Такаева, который выступает гарантом. Депутат считает, что еще не весь потенциал использован в этой сфере, и государству есть куда стремиться. По его словам, специалисты отмечают, что этот процесс значительно усложняется, надо работать эффективнее и в то же время быстрее. В этом смысле государство часто сталкивается с испытаниями на прочность и устойчивость, залог успеха, единство людей и власти, открытость к диалогу и согласию по ключевым вопросам развития. Мы видим, что Институт Уполномоченного по правам человека укрепляется. Кроме того, в Уголовный кодекс внесены изменения относительно декриминализации клеветы. Закон об общественном контроле был создан, чтобы обеспечить реальный рабочий механизм открытия государственного органа для компании. И все это – решения, которые действительно влияют на жизни людей. Эти законы нацелены на создание реального взаимодействия казахов с государством, их участие в процессе принятия решений и контроль над работой государственных органов, заключил народный депутат.